Плюс июнь, дождь, Тарковский. У творчества этого знаменитого режиссера свой особый почерк. За 11 лет фестиваль его имени тоже оброс приметами и неповторимыми чертами. В день открытия почти всегда пасмурно. И этот год не стал исключением. Никаких прогулок, все приглашенные гости из машин сразу в зал. Сегодня фестиваль Андрея Тарковского – одно из немногих мест, где можно посмотреть настоящее кино. Традиционные действия пройдут на нескольких площадках. В Плесе открытие. Минимум один день будет посвящен Юрьевцу. Основной, конечно, кинопоказ, да и это понятно, будет в Иванове, будет показано около 100 различных картин. Я говорю о в общем показе, в том числе в неконкурсном. В рамках конкурсной программы – игровое и документальное кино со всего мира. В этом году леет мотив большинства картин – проблемы молодежи. Зеркало – проблем выбора. Поступки и проступки режиссеры рассматривают буквально под микроскопом. Уже давно фестивальные фильмы принимают жизнь как болезнь, как некоторую историю заболевания. И это связано с тем, наверное, что мы попали в некоторую мутацию культур. Всегда молодежи тяжело входить. Но и бывают некоторые переломы эпох, переломы цивилизации. И вот как раз в наше время, когда мы переходим в цифровую, не знаю, что-то меняется очень сильно. И, наверное, очень многие молодые люди испытывают некоторую боль и непонимание от входа. По крайней мере, они много говорят об этом. Это и есть, собственно говоря, основа авторского кино. Без этого человека невозможно представить картины Тарковского. Эдуард Артемьев написал музыку к фильмам «Солярис. Зеркало. Сталкер». Буквально накануне он стал лауреатом Госпремии. Награду композитору вручил президент Владимир Путин. На фестивале спецпризом за вклад в киноискусство Эдуарда Артемьева награждают Павел Лунгин и Павел Коньков. Своей работой с Тарковским мы отдельно, потому что это совершенно отдельная музыка. Она ни на что не похожа из моего творчества. Это вот путем, так сказать, проб и ошибок, я, наконец-то, вырубил язык, который ему подошел. Это связь электроники, естественно шумов, оркестр, хор. И что удивительно, что потом в дальнейшем, когда я такую же методику предлагал другим режиссерам, она совершенно не нужна. Так что уникальное явление музыка фильма Тарковского, она абсолютно уникальна. Последние четыре года фестиваль Тарковского поддерживает фонд Бориса Ельцина. Было принято решение отблагодарить за помощь Наину Иосифовну лично. Супруге первого президента в Левитан-холе особое внимание. Как одета, как держится, что говорит. А плюс мне понравился очень. Я здесь впервые. И впечатление просто потрясающее. Это вот такое ощущение, что это вот, как будто бы Господь Бог создал какой-то кусочек земли, вот здесь наделил всем. И Волга, причем она всюду широка, а здесь у вас как паньони протекают. И с обеих сторон такие берега. На просмотр хорошего кино осталось меньше недели. Изучайте афиши и выбирайте фильм на свой вкус. Фестиваль Тарковского открытый. Спасибо.